Здравствуйте! В эфире телеканала ЛРТ, программа «Диалог с главой». Мы работаем в прямом эфире. Телефонной студии 8 498 642 19 50 и 8 498 642 1952. Звоните нам, наша линия открыта для ваших звонков. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Владимир Михайлович, здравствуйте! Добрый вечер! 1 сентября стартовал новый учебный год. Расскажите, какая работа была проделана в учреждениях образования округа, сколько школ и детских садов распахнули свои двери? 1 сентября – это такое очень знаковое событие. Каждый год огромное количество учащихся, учеников идут в школы. И в этом году 43 тысячи учеников пошло в городском округе. Конечно же, проводилась работа, она не останавливается ни на один день по модернизации строительства новых школ. И в этом году очень приятно, что две наши школы, это первая гимназия и шестая школа, прошли капитальный ремонт. Школы были построены в 1936 и 1938 годах. То есть фактически через несколько лет им исполнится 100 лет. И капитального ремонта они не видели с момента своего строительства. Были проведены серьезнейшие работы, я перечислю вид работ, которые проводились в такой кратчайший срок. Самое главное, что и задачу поставил губернатор Андрей Юрьевич Воробьев по открытию школ к 1 сентября. Сроки были очень сжатые. Работы включали в себя замены кровли. Замены кровли полностью, то есть были демонтированы все стропила, перекрытия. После этого изначально в план работ не входил демонтаж, перекрытие между этажами. Но когда начали демонтировать полы, начали разбирать все панели стеновые, выявилось, что те деревянные перекрытия, которые в этой школе находятся, они также были смонтированы еще порядка 80 лет назад. И, конечно же, оставлять их нельзя было. Внесены были изменения в проектную документацию, пройдена экспертиза. И полностью снесены все перекрытия с 4 по 1 этаж, так как обе школы похожи. После этого была произведена работа по замене всех коммуникаций в земле. Все было демонтировано. Это водоканал, водопроводные сети, это канализационные сети, электросети. Абсолютно все. И после этого, конечно же, приступили к строительству, к новому. Фактически оставалось только 4 стены. И все это было в мае месяце. В мае месяце были пролеты, небо над головой, и ничего не сделано. Огромная работа за короткий срок. Да. Конечно же, работа была очень серьезная. Наши сотрудники, мы находились, я также непосредственно на объекте, каждый день с утра была организована планерка, намеченная работа на день и к вечеру проверка. И так на протяжении всего периода. Конечно же, молодцы строители, молодцы сотрудники, которые проводили эту работу. Все было выполнено в срок 31 августа. Уже в ночь учителя вместе с подрядной организацией, с клининговой компанией расставляли уже необходимое оборудование. Оборудование также размещено. Все современное. В школе заменены доски на интерактивные доски. Установлено проектное проекционное оборудование. Классы физики и химии подведены теперь к партам непосредственно коммуникации. Это и вода, и канализация. Именно для того, чтобы проводить опыты в этих классах. Классы по трудам, также оборудованные по современным всем требованиям. Также было увеличено количество мест в столовых. И самое основное, и самое главное, такие коммуникации, как вентиляция, которых изначально в те годы никогда не закладывалось. Сейчас смонтирована система вентиляции. Воздух в помещениях обменивается, поступает свежий. Конечно же, это будет сказываться на учебе, на успехах наших учеников. Отличников станет больше. Да, это точно. И очень важный момент. Дополнительно выделены средства губернаторам на то, чтобы благоустройство территорий было завершено в этом году. Этих работ тоже изначально не было. Мы до 1 ноября благоустроим территорию и первой шестой школы. Будут заменены асфальтовое покрытие, бордюрный камень. Установлено дополнительное освещение. То есть работа будет очень серьезная. К 1 ноября мы их закончим. В продолжение темы я предлагаю посмотреть наш следующий сюжет. Мы побывали в старейшей школе города, как вы сказали, в гимназии номер один. И посетили тоже инженерную школу. Давайте посмотрим наш следующий видеоматериал. Детских голосов и шума в этом школьном дворе не было с февраля. Именно тогда началась реконструкция здания, построенного еще в довоенное время. Теперь, в День знаний, обновленная и современная школа вновь готова встречать своих учеников. Сегодня вы идете в свою новую, обновленную, любимую шестую школу. Мы постарались сделать ее еще комфортнее, еще современнее. Приобретено новое оборудование, вы его все опробуете. Главные герои праздника – первоклассники. В этом году в ряды воспитанников шестой школы вступили 56 детей. Сформировано два первых класса. Тук-тук-тук, кто тут старший школьный друг? Открывайте в школу дверь, принимайте нас скорей. После торжественной линейки малыши в сопровождении своих учителей и 11-ти классников зашли в здание школы. Там их ждали просторные и отремонтированные классы. К урокам можно приступать. Очень довольна. Дети тоже очень довольны. 28 детей у нас. Обычно, я думаю, еще у нас прибавится. Масштабное преображение налицо. Поменялся не только внешний вид классов и помещений. Большая работа проделана по замене инженерных систем. Школа получила новую жизнь в своих старых стенах. Мы строго, настошко, не верим, как в оклашке, не верим, как в оклашке, не верим, как в оклашке. Еще одно образовательное учреждение в День знаний распахнуло свои двери после капитального ремонта. В первой гимназии впервые сядут за парты 60 мальчишек и девчонок. Мне хочется очень сильно попасть в первый класс. Всех поздравляю с праздником 1 сентября. А вот для Александра Бондарчука это последний учебный год. Впереди 11-ти классника ждут экзамены и поступления в ВУЗ. Но главное, о чем мечтал Александр, пока здание гимназии было закрыто на ремонт, получить аттестат в стенах родной школы. Я давно этого ждал еще с прошлого года. И сейчас, когда появилась такая возможность вернуться в новую отремонтированную школу, получить новые знания и, в принципе, провести год как бы в родных пенатах, мои ожидания безграничны. Я очень рад, что школа наконец отремонтирована. Здание первой гимназии построено 86 лет назад. История этой школы неразрывно связана с историей страны. И сегодня мы празднуем 105-й юбилей, когда мы встречаем своих детей и празднуем вместе с ними День знаний. И сегодня 86-й раз именно эта гимназия распахивает, именно это здание распахивает свои двери для своих любимых учеников. В гимназии учатся 690 детей. Всего в городском округе Люберцы первый звонок прозвучал для 43 тысяч школьников. Прямой эфир продолжается, Владимир Михайлович, и у нас уже есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Представьтесь, пожалуйста. Юлия Куликова, старшая по дому, 1-й панковский проезд, дом 1, корпус 2. У меня вопрос по комплексному благоустройству дворовой территории. Этим летом нам сделали новую детскую площадку. Мы долго ждали ее, но нас результат не устраивает. Площадь площадки этой уменьшили в два раза. Поставили оборудование так, что детям вообще негде побегать. И оградили площадку, и поставили старую ограду. На самом деле мы ждали, что нам расширят эту площадку. Я хочу вас попросить, пожалуйста, обратите на нас внимание, потому что обращение в администрацию не дает результата. 1-й панковский один, 4 корпуса у нас, больше тысячи жителей, много детей. Никто не доволен вот таким комплексным благоустройством. Пожалуйста, помогите нашим детям, Владимир Михайлович. Обязательно ваш вопрос, ваш двор возьмем в работу. Посмотрим, что можно сделать. Если в этом году уже невозможно провести работу, значит, на следующий год посоветуемся с жителями, в первую очередь с вами, и найдем решение оптимальное, чтобы хватало места всем детям, взрослым. Поэтому, конечно же, не переживайте. Спасибо за ваш вопрос, мы отреагируем обязательно. Я напомню, телефоны прямого эфира 8-498-642-19-50 и 8-498-642-19-52. В гостях у нас исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Владимир Михайлович, если говорить о системе образования в нашем округе в целом, расскажите, пожалуйста, как решаются вопросы очередности в детские сады и с ликвидацией второй смены в школах? Работа проводится системно, и она не останавливалась на протяжении последних лет. Мы понимаем, для того, чтобы появился новый объект, школа, садик, необходимо провести большую подготовительную работу, связанную с выделением земельного участка, с оформлением проектной документации, получением положительного заключения экспертизы и включением этого объекта в программу, либо государственную, либо инвестиционную, за счет строителей. Это серьезный очень блок. И почему я так подробно рассказываю? На данный момент в городском округе строится 4 школы, новых школы, больших. В среднем это 1100 мест школы. Это и Урицкого, это и школа в Красково, та, которая строится на территории прилегающей Малаховке и Красково. Очень долгожданная школа. Это модернизация школы 19-й на птицфабрике, там, где растет новый также микрорайон. Поэтому порядка 5000 мест будет дополнительно построено на этих объектах. Конечно же, эта работа не остановится, и на этих объектах мы не планируем не продолжать данное направление. Есть проблемные места, мы о них знаем. Это и поселок Октябрьский, где также необходимо построить школу. И она есть в планах. Отведен земельный участок, и она обязательно будет реализована. Потому что территория остается очень сильно востребованной. Но так как город растет, сильно развивается, новые микрорайоны появляются. Всегда это новое население, это молодые семьи, это дети. И, конечно же, эта работа не должна останавливаться ни на минуту. Мы на данный момент также находимся и в активном решении вопроса с точки зрения открытия новых мест в детских садиках. В этом году, только 31 августа, было открыто три полисадика так называемых. Это новый формат, кто не знает, это тот же детский сад, но без образовательного процесса. Иными словами, молодые семьи приводят детей, оставляют на полный день, 10-часовой. Ребенком занимаются, это и обучающие процессы, и обязательно игры, это и питание, и отдых. То есть полноценный, фактически, детский сад. То есть это не просто группа по присмотру и ходу? Нет, конечно, это полноценный детский сад. И таких мест мы открыли общее количество, три объекта. Общее количество мест, куда придут дети, это 490, фактически 500. Это решение вопроса, но на этом также нельзя останавливать свою работу. Конечно же, мы будем и в дальнейшем строить новые объекты. Они находятся в стадии проектирования, выделения земельных участков. И такая работа будет проводиться на протяжении ближайших лет. За последний год в наш округ приехало немало особенных семей из Донецкой и Луганской народных республик. На их долю выпало немало испытаний. Среди них дети, которым надо учиться. Расскажите, пожалуйста, сколько ребят из семей беженцев сели за парты школ нашего городского округа? Да, в этом году действительно наши учебные заведения и также детские сады пополнились новыми учениками, детишками в количестве 265. Это беженцы, которые живут на территории нашего округа. И абсолютно точно, что каждый ребенок должен получить тот объем образования, который получает и коренной житель. Поэтому все дети устроены, абсолютно все без исключения. Каждому ребенку будет и не будет, а уже предоставлено все необходимое. Это учебники, все, что тетрадки, начиная с всех обучающих моментов. И, конечно же, очень важно, чтобы дети впитывали те уроки истории, которые написаны в наших учебниках, не переписаны, которые, в кавычках, наши друзья на протяжении многих лет навязывали как раз-таки жителям тех же республик и тех, кто проживали на территории Украины. Это история наша совместная. История Великой Отечественной войны. История нашего героического, нашего государства, нашего народа. Поэтому дети должны получать полный объем образования. И наш округ не исключение. И у нас есть еще один звонок. Вы в прямом эфире. Внимательно вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Меня зовут Ангелина Александровна. Хочу задать вопрос по нашей проблеме. Как мне поступить с управляющей компанией? Содействия? Какие действия предпринять? Они у нас в квартире производили ремонтные работы и залили нам квартиру с точными вводами. Акт о залитии они отказались подписывать, оформлять. И акт о выполненных работах. И на заявку в Доброделе тоже не реагируют. Что делать? Можете ли вы помочь? Анжелина Александровна, если вы подскажете адрес, где это произошло? Красково, улица Школьная, дом 2, дробь 1. Мы обязательно вашу заявку зафиксировали. Свяжемся с управляющей компанией незамедлительно. И завтра уже с вами также на связь выйдут. Просьба в редакции оставить ваши координаты, телефоны, номер квартиры вы уже сказали. Мы обязательно отреагируем, не переживайте. Если залив произошел по вине управляющей компании, управляющая компания произведет все необходимые работы, связанные с работами по ремонту. Продолжая тему поддержки жителей Донбасса, сегодня повсеместно, не только у нас, организованы масштабные акции по сбору книг и их отправке в ДНР и ЛНР. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете активность люберчан? Мы такую работу начали наш округ также уже фактически с весны. И во многих местах на территории города, поселках, организованы места для сбора таких книг. Это в основном торговые центры, библиотеки. Можно прийти, обратиться и оставить тот набор литературы, который вы посчитаете нужным. Первые партии уже были отправлены. Конечно же, книги — это как раз-таки тот генетический код, с которым связана вся наша история, о чем мы говорили. И на территории тех же республик, ДНР, ЛНР, до того, как они приняли решение о отделении, конечно же, максимально старались русскую литературу, русские книги уничтожить. Конечно же, история должна восторжествовать, и мы активно включаемся в эту работу. Волонтерское движение передает эти книги. Поэтому все желающие могут прийти, оставить в библиотеках, торговых центрах адреса. Все мы неоднократно уже передавали, рассказывали. На сайте администрации есть, наверняка и на сайте телевидения. Прошу, если какой-то новый адрес появился, также довнести туда, чтобы людям было максимально удобно. И в продолжение темы поддержки предлагаю посмотреть наш следующий сюжет об одной дружной, многодетной семье из Томилина. В июле этого года супруги Дмитрий и Татьяна Шемякина взяли на воспитание девятерых детей. И все вместе они поселились в нашем городском округе. Да, ну так уже все готово. Пока старшие девочки готовят завтрак, их братья и сестры заняты не менее важными делами. Умываются, смотрят мультики, играют. Стандартное шумное утро многодетной семьи. Как будто так было всегда. Но этим составом семья Шемякиных живет всего два месяца. Живем дружно. Друг друга выручаем. Особенно вот старшие ребята хорошо помогают. Татьяна и Дмитрий – приемные родители девятерых детей из Донбасса. Воссоединились они в июле этого года. У Дмитрия и Татьяны есть еще двое кровных малышей – двойняшки, которым всего по два года. Под одной крышей большого дома живет 13 человек и один маленький котенок. Она веселая, она может везде бегать. Я еще, когда Каролина спала, я ее дрессировала. У всех детей есть свои комнаты. В каждой по три человека. Девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Друг другу помогают. Ведь в большой семье никак иначе. Никого из них не увидишь поодиночке. Если что-то делать, всегда вместе. Я люблю рисовать в улице по ходу. Новым для детей стала не только семья, дом, но и школа. Собрать детей на учебу родителям помогли органы соцопеки и администрация округа. Дети ходят с удовольствием, радуются хорошим оценкам. Получила пять по истории и пять по общесознанию, и по физкультуре пять. И четыре по математике получила. Места выделили рядом с домом. В гимназии номер 18 Тамилина. Четверо детей ходят в среднюю школу, двое в младшую. Очень активные. Сразу влились в класс, нашли общий язык со всеми ребятами. Ребята их приняли. На уроках ведут себя очень даже хорошо. В семье Шемякиных яркий пример людей с большим сердцем. Когда любовь объединила, казалось бы, 13 абсолютно разных по характеру людей. В одну большую и дружную семью. Даже за такой пока небольшой промежуток времени. В эфире телеканала ЛРТ программа «Диалог с главой». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны студии 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. В гостях у нас исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Владимир Михайлович, в эту субботу, 399 день рождения Люберец, отметят жители округа. Расскажите, пожалуйста, как пройдут празднования, где они будут организованы? Прежде всего хочется, пользуясь случаем, пригласить наших горожан на этот праздник. Праздник будет организован абсолютно на всей территории городского округа. Я начну с города. Это два места, две площадки. Это центральный парк и территория традиционная рядом с Триумфом, рядом с администрацией и Наташинские пруды. Все, что связано с центральной частью, здесь будет организована концертная программа, сцены. Днем это будут разного уровня конкурсы, площадки с питанием, площадки, связанные для детишек маленьких. Это мастер-классы, развлекательные программы. То есть программа будет очень насыщенная. Концерт и в 21 час будет салют. Все, что связано с Наташинскими прудами, абсолютно такая же программа. Питание, развлечение. Очень все будет интересно, красочно, увлекательно. Я всегда шучу насчет погоды, потому что все же переживают, какая она будет. С погодой нам удалось договориться. Погода будет хорошая, 17 градусов, солнечная. Поэтому мы приглашаем всех приходить вместе со своей семьей, с друзьями, родными, близкими. Это повод всегда пообщаться, посмотреть, что нового, что интересного происходит у нас в городе. На территории поселков также будут проходить везде абсолютно праздники. Это традиционные места, их все жители знают. Программа будет чуть позже начинаться с 5 часов в 17.00 и проходить до 21 часа. Поэтому приходите, отдыхайте, встретимся на празднике. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Снежана Ираклиевна. Проживаю в Кореневский форт 2-2, деревня Матихова. Меня слышно? Да, мы вас слушаем внимательно. Отлично. Дело в том, что у нас целое экологическое бедствие. Нас пожирает промзона. И, собственно говоря, частники, те люди, которые выкупили землю возле Каневеневского форта 2-2, эксплуатируют ее нещадно. Идется незаконная копка песка. Там же что-то сжется. Дело в том, что вечером невозможно открыть окно. Потому что вон, извините меня, стоит ужасная. Эта проблема очень страшная. Потому что у нас уже были зафиксированы в нашем форте онкологические заболевания у людей. Мы просим вмешаться. Также просим обратить внимание, что отсутствует дорога между фортами 2-2-2-1. У нас нет транспорта, кроме девятки, которая ездит до котельников. Мы не можем добраться до метро Некрасовка. Из кранов у нас постоянно идет ржавая вода. Постоянно. И персонально прошу участие Владимира Михайловича. Я сама проживаю вот в корпусе 26, дом 66, чтобы наконец-то за 6 лет нам все-таки сделали водостоки. Это большой позор, потому что мы постоянно пишем. Мы то и дело, что пишем и получаем только отписки. Нам никто не помогает. Если не поможете нам и вы, но мы очень надеемся получить от вас помощь, мы будем участвовать в центральном телевидении по Москве. Потому что у нас есть подписи, у нас есть активная группа граждан. Спасибо. Спасибо большое. Мы вас услышали. Редакторы зафиксировали за эфиром. Ваш адрес. Спасибо. Давайте я постараюсь ответить. Целый букет проблем. Конечно же, просьба без угроз. Мы разберемся на месте абсолютно точно, без центрального телевидения. Те проблемы, которые вы озвучили, Кореневский форт 2.2 и Кореневский форт 1, были построены изначально на границе лесфонда. Одна часть домов смотрит в лес, другая часть традиционно рядом расположена была с промышленной территорией, с промзоной. Так были выданы разрешения на строительство. На тот момент я работал главой, и разрешения мной не выдавались. Мы работали с тем, что было. Поэтому по факту мы, конечно, живем в той ситуации, которая сложилась. Что касаемо вопросов, связанных с управляющей компанией, это ржавая вода и те водоотводные трубы, о которых говорит заявитель, мы обязательно в ближайшее время выйдем, переговорим и свяжемся. Прошу также оставить ваш контакт со студией, связаться, ваш телефон, с кем потом нам, заявителем, общаться. Все, что связано с транспортом, с доступностью, мы также проверим, что можно сделать на данный момент. Туда доходят автобусы «девятка». Но обращения были, обращения неоднократные. Конечно же, будем думать, как эту ситуацию улучшить. Но хочу сказать, что в проекте планировки изначально перемычка между этими корпусами была. И мы обязательно будем двигаться к тому, чтобы дорога была связующей. Обязательно этот вопрос будет решен. Поэтому наберитесь терпения. Нельзя решить все за одну неделю. Но в ближайшее время мы свяжемся с управляющей компанией. Это завтра буквально в течение одного дня. И начнем с малого. Дальше будем решать все по поступлению и решению вопросов. Владимир Михайлович, вы, как уже сказали, были в должности главы городского поселения Короскова. Но и также вы руководили администрацией Переславля Залесского. Занимали пост городоначальника Ярославля. И вот теперь вы снова в Люберцах. Я знаю, что вы коренной люберчанин. Скажите, пожалуйста, вот Люберцы, какую роль они сыграли в вашей судьбе? Что для вас значит этот город? Ну, вопрос, конечно, интересный, какую роль. Я родился в этом городе, я в этом городе учился. Вся моя жизнь связана с людьми, которые находятся, живут здесь. Я начинал свою трудовую деятельность вначале, что касаемо политической такой направленности. Вначале это был совет депутатов городского округа, потом выборы главы. И, конечно же, три с половиной года работы здесь. Для меня это очень интересный опыт, который я приобрел. Благодаря этому опыту и применению тех навыков, которые здесь были приобретены также в команде Владимира Петровича Ружицкого, я их применял уже и в дальнейшей своей работе. Ну, конечно же, тот опыт, который приобрел, работая на территории Ярославской области, он очень полезный. Мы все эти знания и умения будем также применять с командой уже здесь, командой городского округа. Она профессиональная. Те люди, которые работают в администрации, конечно же, будем применять максимальное знание и умение для того, чтобы округ шел вперед, находился на лидирующих позициях. Город для меня родной. Я рад тому, что я вернулся на родину и, конечно же, буду работать на благо городского округа и жителей Люберец. В преддверии празднования Дня города этот же вопрос, что значит Люберцы в вашей судьбе, наша съемочная группа задавала людям на улицах. Давайте посмотрим наш следующий видеоматериал. Это семья, дом, спокойствие, продвижение. Это наш родной город, это наша жизнь. Мы любим свой город. Нравится мне город сейчас, цветущий, хороший город. Любимый город, в котором я родился. Это мой родной город, родной город моей мамы, моей бабушки. Это мой дом. Люберцы, с днём рождения! Всем здоровья, всем радости, всем счастливых и радостных впечатлений. Всего-всего-всего. Всех люблю. Мирного неба над головой, счастья, в первую очередь здоровья, успеха в будущем и семейного благополучия. Для тебя это главное. Люберцы, от слова любовь. Люберцы, с днём города! Ура! Владимир Михайлович, в это воскресенье, 11 сентября, нам предстоит принять участие в выборах депутатов окружного совета. И перед многими встанет вопрос, какой же будет судьба Люберц на ближайшие пять лет. Расскажите, как проходит подготовка к выборам. Действительно, у нас выходные будут очень насыщенные. Десятого день города, а одиннадцатого – очень важное событие для каждого люберчанина, который небезразлично смотрит за городом, за развитием округа, за тем, что кто и как будет работать в ближайшие пять лет. Выборы – это важнейший этап ближайших пяти лет. И от нашего выбора будет, ещё раз повторюсь, зависеть его развитие. Кого мы выберем, за кого мы проголосуем. Я, конечно же, пользуясь случаем, приглашаю всех прийти и отдать свой голос. Выбор каждого человека зависит только от него. Для общего понимания численности и количества избирательных участков в городе, я просто назову цифры, у нас 260 тысяч избирателей, 173 комиссии, которые расположены абсолютно в разных участках города, максимально удобных по доступности. Это объекты, которые все знают. И, конечно же, мы будем ждать всех избирателей на участках. На участках будет организована культурная программа, поэтому праздничное настроение, хорошее настроение предлагаем брать с собой, приходить пообщаться с друзьями. Сам процесс начнётся с 8 часов утра и закончится в 8 часов вечера. То есть очень удобное время, выходной день, в любой период можно подойти и проголосовать. Поэтому мы всех приглашаем. Уважаемые телезрители, не забудьте проявить свою гражданскую активность и сделать свой выбор 11 сентября. На этом время нашего прямого эфира подошло к концу. Напоминаю, что мы общались с исполняющим обязанности главы городского округа Люберцы Владимиром Михайловичем Волковым. Спасибо вам. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до свидания.